вот ее это заинтересовало то есть она взяла книгу горшинта и стала потихонечку полигонечку переводить на немецком вот но письма то есть письма его причем мы эта книга письма его не только там кавказ кубань вообще то есть он путешествует там он был в этой в африке был там средиземноморье вот он пишет домой потом эту книгу писем издали и там есть огромный кусок тут он наших местах когда да да тем более что эти записки мало известны да прекрасно сочетаются с давно известными в россии кавказскими походными рисунками обратите внимание значит да на обложку то есть когда-то еще до революции в 1896 году издали в россии рисунки горшинта а вот то что он писал между этими зарисовками своими пить путешествиями к сожалению вот почему-то в россии так и не издали тех картинки про да ну картинки яркие там как бы все такое вот смотрим есть у горшинта рисунок называется он возвращение казаков снабега вот а теперь благодаря переводом марины мы знаем что же произошло вот в эти дни в те сентябрьские дни 1860 года на берегу реки шепш то есть вот рисунок а что же стояла за ним кстати что интересно рисунок известен в двух вариантах то есть горшинь какие-то наброски делал зарисовки потом он это переводил в более серьезные значит изображения но естественно что-то там у него то так то так то так но обратите внимание некоторые ключевые сюжеты совпадают один из них это арба на которой перевозят через реку пленных раненых ну там один лежит другой связанный потом женщина крепко обнимает ребенка вот ну то есть вот ключевой сюжет через реку переправляются вот там знамя опять же присутствует на на обеих вариантах рисунка скот перегоняемый через реку ну и то что кто-то переправился кто-то наблюдает за переправой с высоты или на другой стороне берега и вот мы теперь знаем что 2 сентября 1860 года русский отряд составе дивизиона нижегородского драгунского полка и двух сотен казаков одна из них из станицы новотроицкой под командой поручика графа воронцова дашкова совершила набег на шапсукские аулы за реку шепш вот как раз рисунок точнее рисунки горшиль то изображает тот момент когда казаки с добычей пленными возвращались назад в укрепление григорьевская ну вот через шепш они переправляются но укрепление григорьевской нетрудно догадаться теперь что станет а ну то есть часто на месте укреплений возникали от крымская сперва крымской станицы не было там было укрепление заложено или абинское укрепление ну да то есть станица григорьевская современная крица никуда не делась где она находится мы знаем то есть вот что на рисунке значит у нас на противоположном берегу или на возвышении там от варианта рисунка зависит стоят полковник шереметьев впоследствии кстати командующий войсками кавказского военного округа и командирного троицкой казачьей сотни поручик граф иларион иванович воронцов дашков который впоследствии кстати стал наместником кавказа то есть вот это рисунок а вот то что рассказал точнее написал горшильд своем письме домой к родственникам германию письмо помечено от 15 сентября 1860 года причем ну как часто любили подписать место до написано было что в лагере при реке шепш ну читаем насколько я помню в последнем письме я сообщал что на утро нам предстоит новый набег так оно и случилось мы вышли в 5 часов утра два эскадрона драгун то есть тот самый дивизион нижегородцев и две сотни казаков сопровождать колонну следующую в екатеринодар на полпути мы расстались ну то есть до безопасного места сопроводили колонну а потом обратно пошли и поехали через поле сопровождаемый шапсугом уроженцем того аула который предназначался грабежу ну то есть тот самый как бы проводник лазутчик который часто и вел русские отряды наш проводник переоделся в казака и завернул лицо башлыком чтобы его не узнали родственники ну вот так примерно через час мы перешли довольно широкий глубокий шепш так как в этом месте он уже сливался с афипсом и ворвались густой лес место пожалуйста вот любой может найти место слияния афипса шепшем вот так стать и вот так вот по сторонам смотрите понимать что где это все происходило до черкесы жили здесь уже давно и необходимо было выгнать их чтобы сделать безопасной будущую дорогу на екатеринодар мы двигались тихо чтобы ни одна душа не знала о нашем прибытии лес был настолько густым что мы могли двигаться только гуськом по узкой дорожке примерно через час мы наткнулись на упряжку из двух валов которые тащили арбу с ними были два дровосека ну то есть два черкеса ехали лес рубить видимо увидев нас они убежали сопровождаемые нашими выстрелами но так как местность здесь уже стало значительно просторнее то они были настигнуты и убиты казаками я слышал их стоны и агонию видел их пролубленные черепа видел ухмыляющихся казаков и это меня шокировало у нас не было времени для переживаний так как из аула уже слышались выстрелы мы были замечены через несколько минут мы достигли широкого поля и увидели по левую сторону два аула перед днями перед одним из них мы наткнулись на корову которая стояла и смотрела на нас большими глазами несмотря на то что мы с шумом и гиком неслись мимо с ней были два пастуха старый молодой на молодого бросился капитан драгунов амилохавари ну то есть грузин служивший в этом полку выхватив изогнутую шашку пастух же бросив ружье крикнул амилохавари ну то есть он узнал его да тогда князь крикнул следовавшим за ним драгуном не трогайте его но этот призыв потонул в общем шуме и через мгновение черкес рухнул под лошадьми и ударами сабель в это время казаки уже проникли в аул и жители которые не успели спастись падали от их выстрелов одна женщина получила удар по голове восьмилетний мальчик был ранен грудь я видел одного казака на коне тащившего почти голую женщину на другом коне везли ее младенца которому было около шести недель женщина постоянно протягивала к нему руки но не могла бы удержать его так как тоже была ранена кстати сразу вспоминается на том рисунке женщина которую так вот сидит на арбе вот так вот тесно прижимает к себе младенца маленького да кстати уже сейчас можно понять почему письма горшельта в россии были не опубликованы то есть теперь все понятно образ не совпадал с идеологической картиной ну на самом деле жестокостях писали сами русские и лично для меня когда это прочитал это не было каким-то вот ну прям открытие новой вселенной но другое дело сами пишем сами пишем так ладно так тут еще иностранец пишет ну зачем усугублять продолжаем текст читать рядом везли раненого в грудь мальчика но к сожалению у него уже началась агония минут через десять он умер и казак медленно спустил его с лошади на траву это был очень красивый мальчик и душа моя раздиралась ведя страдания его матери короткая красная рубашка составляла всю его одежду ноги были покрыты кровью кроме него среди пленника был еще мальчик лет шести с опухшим носом он получил удар кнутом за то что укусил державшего его казака и девочка лет пяти дивной красоты я намерен нарисовать ее в ближайшие дни целом же нашей добычей оказались всего 800 голов скота они полторы тысячи как мы надеялись возвращались мы быстро так как шапсуги начинали съезжаться и становилось опасно ограбленные нами аулы догорали часа через четыре мы прибыли кубани откуда я и посылаю это письмо в екатеринодар вот так вот такой вот текст кстати там упоминался шапсук ну писем несколько в одном из них тоже есть интересная фраза когда шапсук проводник уже захвачена ауле взял клок сена поджог его бросил одну из сак или сказал это вот этому хозяину это он виноват за то что я перешел к русским месть месть кровная сводили счеты с помощью русских они вот ну ладно такая вот жестокая кавказская война и хотя вот ну будем откровенны я сейчас уверен на той стороне экрана монитора у кого-то скрипят зубы от злости на северных захватчиков у рысов но я скажу так что примера в такой же жестокости было полным полно и в делах закубанских горцев я конечно вот ну как бы могу их перечислять тоже сотнями в конце концов я же в свое время занимался этой темой там написание диссертации на тему хроники боевых действий кавказской войны да но не буду скажу проще так что вот срубить маленькую девочку шашкой чтобы она не подняла тревоги устроить резню стариков там женщины детей которые в поисках спасения набились церковь все это было но причем не раз то есть но просто для меня как человека ну скажем так иной эпохи для меня важнее уже другое я уже это как-то повторял в наших выпусках что мы сто лет воевали а потом сто лет жили мирно дружно и вместе то есть для меня вторые сто лет важнее чем первые конце концов имея большое количество друзей адыгов корица да и лохом здоровья их семьям я их воспринимаю наверное все таки как в первую очередь там не потомков казбича вот хотя что было то было да но и на видимо как потомков хуссена андрухаева герой советского союза да героически погибшего в годы великой отечественной войны то есть видимо вот к этому надо относиться так вот но хотя один случай мы все-таки приведем это кусок из записок немца морица вагнера тоже мало известно и мы о нем сегодня еще поговорим но как бы забегая вперед кусочек вот из этих путевых записок морица вагнера мы все-таки сейчас расскажем место действия станица васюринская 23 января 1842 года значит горцы нападают на станицу об этом нападении вагнер упоминает свои книги ну все нападение уже произошло текст большинство семей забаррикадировались домах пытаясь защищаться но горцы обкладывали их грудами сена чтобы поджечь результатом этого стало страшное пожарище осветившие дьявольским пламенем станицу и небо которое стало светлым как днем те кто были заперты в своих домах выбегали и пытались скрыться но шашки черкесов возвращали их в пламя если бы вы слышали крики несчастных женщин среди пламени и дыма многие из них предпочли бы рабство сожжению ну то есть в плен бы может быть сдались но черкесы не брали в этот раз много пленных наконец мне удалось добраться до караула ну то есть очевидец рассказывает как он попал в этот вот событий как он там по станице спасался до караула ну то есть до того помещения в центре станицы там станичное правление церковь рядом где значит находился небольшой гарнизон из стоявших станицы солдат если бы ситуация не была столь ужасной я бы посмеялся над нашими солдатами которые стояли под оружием без штанов непрерывно заряжая стреляя могу сказать что в нашем понимании без штанов это совсем голый но в то время носили кольцо ну соответственно они были в подштаниках но они не одеты и схватили ружья выскочили и начали сразу отстреливаться мы стояли твердо свет пожара помешал черкесам приблизиться и броситься в шашки то есть вокруг был огонь светло и было открытое пространство потому что в центре станицы обычно вокруг церкви на ружейный выстрел площадь была соответственно вот это открытое пространство было простреливаемое горцы пытались там высунуться из улиц из-за домов но тут же получали залп вот день положил конец конфликту и почти не пострадавший противник почти не пострадавший ушел с пленниками и своими убитыми когда один из генералов прибыл зекотниндара с полком казаков горцы уже исчезли и ему пришлось лишь засвидетельствовать результаты той страшной ночи дымящиеся руины домов почерневшие изуродованные останки сожженных и убитых плачущих матерей ищущих своих детей и плачущих детей ищущих матерей ну своих немых и бледных отцов не смеющих плакать а наши храбрые пехотинцы так и стояли перед генералом с оружием и без штанов вот такая вот картина такого же жестокого нападения ну уже со стороны горцев немножко смахивает на историю когда лазаревский форт они брали там тоже они поджигали блага ну там еще можно сказать что большого количества как бы мирного населения не было которое погибло да то есть вот когда это все понимаешь конечно достаточно грустно и в то же время весело наблюдать над современным мифотворчеством один из таких современных мифов что вот благородные черкесские воины в годы кавказской войны согласно уэрк хабзы вот не трогали женщины детей не жгли домов ну и так далее причем их распространяют не какие-то там люди без образования которые мало что знают а например даже вот такие вещи можно было прочитать в работах ныне уже покойного профессора кожарова из альчика ну как говорится тут может быть путаница в том что когда своих прорусских аул наказывали могли может быть так не ну я просто свое время написал статью не так давно о погроме аула князя али карамурзина под реку под горой ахмед а для этого как бы взял записки илья радожитского которые тоже как бы лежат мертвым грузом в московском архиве никто ими не пользуется не публикуют очень интересные вот а до этого статью кожарова кожарова прочитал что он пишет все фигня все вранье на самом деле было не так ну вот пожалуйста вот записки все было так все совпадает ну и соответственно вот его к сожалению занесло что вот все неправда и и вот это не было и вот это не было и так далее ну ладно как говорится отдельно за царство небесное человеку все вот ну или другой миф что во всем виноват кровавый царизм который заставлял казаков воевать против горцев причем некоторые автохтоны наши да договариваются до фраз типа вот что казаки и горцы это вольные народы которых одинаково покорил царизм и угнетал поэтому давайте против русских объединяться ну так вот вольные казаки казачий народ это всякая чушня современная вот ну что сказать да все было мы это тоже часто утверждаем это правда что казаки и горцы торговали между собой что куначили между собой дети отправляли на воспитание друг другу ну то есть вот казаченко могли в горске отправить или например маленького черкисенка чтобы русский язык выучил станицу отправляли кунаку все это было сто процентов но на самом деле вот все таки в годы кавказской войны как показывает изучение документов событий политика ласкания но это термины той эпохи совместничество приказы щадить горцев шли как раз сверху от кровавого царизма вот а вот внизу на уровне рядовых казаков до солдат горцев простых до шла жестокая без копро бескомпромиссная война которую даже можно сказать вот словом настоящая азиатская резня то есть в отличие от таких на эти европейских воин по правилам да вот опять же тот же самый морец вагнер кусочек из него маленький атакованные черкесами линейные станицы придаются огню и пожар освещает отступление горцев которые ликую от полученной добычи и свершившиеся кровной мести несут на остриях шашек головы убитых врагов и увозят свои аулы связаны казачьих жен и детей если черкесы долго задерживаются в захваченной в росток станице превосходящий числом казаки отрезают им пути к отходу в таком случае черкесы бросают добычу и оказавшись в беде летают как вихрь по степи в поисках переправы и спасения но через кубань надо уйти до начинается борьба не на жизнь а насмерть как шакалы воют кавказцы и носятся вдали на длинногривых своих лошадях а вслед за ними с воплями несутся казаки жаждущие отмщения за свои убитые семьи картина достаточно суровая факты да говорят нам о том что простые казаки в отличие от своего начальства не очень стеснялись показывать свое ожесточенное отношение к закубанским черкесам можно смело утверждать что приказа не убивать а брать горцев в плен щадить не трогать баб и детей оставлять их для размена пленными вот у казаков не вызывали особой радости даже доходило до того что вот там по экспедициям вели имена ваза кубани что взяли большой плен и раздали по станицам в работники там еще кто-то следующую экспедицию казаки пленных не брали вот так вот в том числе рубы срок рубили женщины детей абсолютно одинаково да есть но тогда вопрос откуда выросла такая нелюбовь до которая кстати иногда приобретал очень жесткие формы вот один из кусочков текста из работы казачьего историка антона ломонова или ломанова исторический очерк о заселении станицы кавказской станица кавказская не подвергалась нападением черкес большими партиями но редкая ночь проходила чтобы в караульных не стреляли особенно у ворот и спусков кубани начальник станицы часто проверял караулы а ночные разъезды постоянно оберегали станицу один раз такой разъезд поднял у ворот станицы труп убитого горца то есть в темноту там по какому-то шороху наугад стреляли и попали видимо в этот раз труп здесь же у ворот повесили а казаки и казачки приходили и издевались над ним вот так вот да и кстати вот интересный факт вот этот текст потом 90-х годах там в одной из работ который выпускал захарченко упоминали как бы переиздавали этот текст так вот кусочек про приходили издевались там отсутствует ну то есть более толерантные времена текст отредактировали да какие-то жестокие штуки но за что на вот за видимо за что читаем у потта в его работе кавказская война во втором томе про ту же самую станицу кавказскую кусок дерзость черкесов воспитанная десятилетиями безнаказанности что это значит очень долго часто власти кордоны запрещали казакам переходить кумане то есть ворцы ограбят если успеют за кубань все они в безопасности переходила иногда всякие границы не только малыми шайками но и поодиночке прокрадывались они укрепленные станицы чтобы совершить там что-нибудь кровавое раз летом 1821 года в теплую июльскую ночь одиночный черкес забрался в форштадт при кавказской крепости ну то есть вот это там происходило где вот только что описанный случай но форштадт это вот сама крепость вокруг нее поселок и станица ну то есть они вот в единым как бы блоком вошел в первый двор у которого неплотно были приперты ворота и начал выводить из-под навеса двух лошадей громкий собачий лай всех сполошил на дворе из-за жары это июль месяц наш кубанский да спал вологодского полка церковник заикин ну то есть не строевой солдат при церкви этой полковой служивший да но едва он разбуженный гаммом выскочил и окликнул хищника как тот бросился на него с кинжалом и заикин упал обливаясь кровью он получил четыре кинжальные раны кстати почему хищник от слова похищение они какие-то там кровожадности да та же участь постигла и жену его выбежавшую на крик хозяин дома отставной солдат из евреев заперся в горнице поднялась тревога все бросились на поиски ну и след уже простыл этого черкеса то есть двух человек убил и быстро скрылся естественно что если это внутри станицы происходило теперь понятно почему когда значит убитого горца подобрали возле станицы как нему отношение какой кстати были случаи нарушения запрета перехода да конечно были просто но эти случаи принципе они как бы с какого периода покой документально зафиксированы есть например во времена правления императора павла был запрет потому что он пытался кстати интересную такую политику миролюбивую выстраивать об этом много писал своих работах доктор наук борис виноградов у него работы есть политика какая что никакой агрессии никакой войны дружественные отношения с горцами из которых он собирался устроить пророссийскую федерацию то есть какое-то государство дружественной россии да да ну видимо там вот в этой но кстати тогда из турции был союз союзное отношение против франции вот эти вот эскадры ушакова поплыл аж через босфор освобождать там греков на островах вот но суть какова что он запрещал преследовать горцев за набеги причем как отдал под суд командира кубанского полка вот местного станицу прочнокопской за то что казаки взяли переправились и баранов отогнали в отместку за набеги он под суд отдал их командира типа ну нельзя потом еще был период этих политики ласканий каких-то вот попыток мирного существования тоже такие запреты были на это еще влияла чума вот например ермолов отменил этот запрет когда произвел инспекцию по кубанской линии проехал черноморье он сказал это чума все равно пролазит никакие эти кордонные карантинные меры не помогают он отменил запрет на переход границы который действовал до него то есть получается были периоды когда российские власти пытались там торговать как-то вот выстраивать мирные отношения но к сожалению это не помогало и вот поэтому эти запреты то устанавливались то отменялись потом уже начиная с ермоловской эпохи об этом было забыто то есть потому что заразу эту всю из турции попадающий в закубань а потом сюда как правило эти карантинные запреты не держали то есть а вот этой мирной торговой политики уже времен там было забыто ну то есть уже все но кстати еще один важный момент правда ради скажем что вот сейчас мы описывали жестокую резню на территории кубанской линии соседние черноморье было немножко по-другому почему потому что в станице черноморских казаков большинство стояло далеко от границы например тимошевский курень тимошев до него доскакать горцу обернуться надо чтоб ночь там что вернуться там и на кубани чтоб не перехватили невозможно физически а если еще дальше там уманский курень бог знает где степи кубанской расположены то есть они своим дальним расстоянием были защищены от черкесских набегов поэтому жены и дети черноморских казаков вот таких ужасов на себе мало испытывали то есть а линейные казаки они жили на границе их станицы стояли прям ну на берегу кубани они он за водой ходили то же самое кавказской было прокопано крытая траншея по которой кубани казачки ходили за водой или ездила например телега с бочкой и охраняли казаки ну и солдаты то есть получается даже за водой ходить можно было нарваться на залп с другой стороны кубани на черкесские пули естественно что женщины дети страдали чаще попадали в плен а у их мужей от этого росло ожесточение и взаимная ненависть соответственно даже вот этот географический фактор влиял на то как вот ну даже и вот историки типа щербины писали да это факт жестокая резня у линейцев с горцами было сильнее чем у нас у черноморцев силу разных причин но одну мы только что назвали географическая удаленность черноморских станиц от кордона фух ладно надо все-таки вернуться к иностранцам точнее к переводам марины спасеновой иностранцам точнее ковли мы жили это иное это иное